Субтитры делал DimaTorzok Это ему почти удается. Ну и давайте загружать историю. Глава десятая. Стая. Вампиров было шестеро, но Макс не выглядел напуганным. С чего ты взял, что мне интересно говорить с тобой? Здесь ли хозяин этого дома? Что тебе нужно, кровосос? Мне кажется, они за нами приехали. Хотя, почему за нами приехал именно вот этот Говард, а не Виктор? Вот это интересно, ладно. Не хотелось бы потом повторять. Позови старшего, и я сразу все объясню ему. Жди, он скоро придет. Говард кивнул, огляделся. Мия отпрянула за штору. Надеюсь, он меня не заметил. Неплохо устроились. Прекрасный дом. Как тут с охотой? Пошел ты! Макс, ну что ты такой резкий-то? Один из вампиров оскалился, шагнув к Максу. Оборотень обратился к Говарду. Скажи своим гоблинам, чтобы стояли смирно. Иначе я им ноги откушу и буду засекать время, нужное вампиру, чтобы отрастить новое. Скалившийся вампир тихо зарычал. Макс повернулся к нему. А ты дерзкий? Скройся в машину или станешь наглядным пособием для своих прохладных друзей. Говард поднял руки. Спокойно, Волк. Мы не ищем драки. Вампир кивнулся. Сядь в машину. Из темноты появился вожак стаи. Что вам тут нужно? Ты главный? Да. Мы хотели предложить вам уехать из этих мест. Вы живете слишком близко к городу, нашему городу. Что за бред? Был договор. Вот именно, как бы, они не лезут на вашу территорию. Они живут, как бы, своей жизнью за городом. И, блин, это вы к ним приехали, а не они к вам. Это так странно и глупо одновременно. Да, да, князь не собирается с вами конфликтовать. Однако он в городе не единственный влиятельный вампир. Меня ваша иерархия не интересует. Есть те, кто не хочет иметь таких соседей. Придется им потерпеть или самим уехать. Ну, реально, как бы... Это так странно. Рано или поздно может случиться что-то плохое. А что именно? Будет особенно неприятно, если пострадают щенки. Вот зачем переходить вот именно вот на такие вот, не знаю, как бы обзывательства? Тебе что, других нету? Порву. Макс шагнул к вампиру, но Раль схватил брата за плечо. Не надо. Подумайте над этим. Вампиры сели по машинам и уехали. Мия вышла на улицу. Макс был в бешенстве. Приедут снова, я их убью. Макс, нам не стоит начинать драку, ты же знаешь. Знаю, но эта тварь угрожала мне на моей земле. Вот о чем я и говорю. Волки заметили девушку. Пойду в дом. Макс, у вас проблемы? Не бери в голову, своих тебе мало. Мия посмотрела вслед Ральфу. Ты собирался поговорить с ним о наказании Шона? Завтра. Вот что. Любишь ночные прогулки? Люблю. С тобой, конечно. А спать не хочется. Лучше пойду спать? Нет, идем. И это правильный ответ? Я знаю. Надеюсь, мы не встретим никаких кабанов или медведей. Не должны. Ночная прохлада и свежий сладкий от хвои воздух располагали к прогулке. Макс шел, засунув руки в карманы. Периодически он пинал какую-то ветку или камешек. Чувствую, спрашивать о неприятностях стаи не стоит. Тебе совсем наполевает на то, что я не то вампир, не то не пойми кто? Ну, в принципе, да. Конечно, это волнует меня больше, чем миграция слонов, но ненамного. Миграция слонов? Что, блин? А что ты хотела услышать? Ты нормальная. Ну, что ты так удивляешься, Мия? Да, нормальная девчонка. Правильная. Симпатичная. Оу. Со своими тараканами. У кого их нет? Подумаешь, узнал о вампирах и оборотнях. Люди, когда электричество открыли, тоже удивились. Макс, я первая не обратилась в вампира после укуса. Не хочу лишать тебя уверенности в своей исключительности, но, может, ты не первая. А вдруг уже были такие, просто о них мало информации и все. Кто знает, не накручивай себя. Девушка вздохнула. Я не знаю, что делать. Жечь. В смысле? В прямом, по жизни. Как у тебя все просто. Да, все, кроме Линьки. Ты линяешь? Ты линяешь? Серьезно? А весной? От надоедливых девушек. А, понятно, эта шутка была. Да не дрейф, подруга, все образуется. Опять. Макс? Что? Ты просто ужасен. Это ты со мной... Что? Ну ничего, мы это исправим. Как-нибудь. Не хочешь расслабиться? Как ты относишься... К ни к чему не обязывающим связям? Совсем с ума сошел. Кобель. С первым не согласен. А что кобель, то да. А лучше, чтобы я кем был. Макс надул губы и прошелся, виляя бедрами. Такие мальчики тебе больше нравятся? Это был комплимент, вообще-то. Мол, ты классный, я бы... Ясно. Так, все. Хватит. Погуляли, давай возвращаться. Волк неожиданно посерьезнел. Ладно. Мей, не допрягайся, я просто шучу. Ты вон хоть улыбаешься, а то на девушку из рекламного похоронного бюро похоже было. А у них бывает реклама. Мей еще долго болтался с оборотнем о всякой ерунде. Прогулка по ночному лесу была не чуточки, не страшной. Макс постоянно балагурил, с ним Мей легко отвлеклась. Проблемы не исчезли, но почему-то стали казаться не такими уж и непреодолимыми. Все проблемы решают, сообщит. Мей проснулась утром. Прислушалась к своим ощущениям. Ничего нового, кажется. Что ж, наверное, Ральф прав, я не вампир. Человек ли? Девушка вздохнула. Ну, конечно, человек. По дипломатии. Просто с быстрой регенерацией. Во всяком случае, шея в полном порядке. Мей усмехнулась, пробормотала с иронией. Это дает надежду, что и морщин с возрастом у меня не будет. Останусь красивой и молодой. Да, это радует. Девушка поднялась с кровати, достала телефон. Надо бы Трише позвонить, чтобы не волновалась. Спросить, как у нее дела, как там Рубин. Ну да, кстати. Мия, снова где-то пропадаешь? Я тут познакомилась кое с кем. Не знаю, с кем я говорю, но предупреждаю. Лучше отпустите мою подругу Мии, тихую, скромную девушку. Что вы с ней сделали? Кто бы говорил, ты сама в общаге? Да, между прочим, кормлю твоего кота. Спасибо, кстати, я же не сказала, он теперь насовсем мой. У него и имя есть, Рубин. Хорошее, мне нравится. Вообще, он по тебе тут скучает. Это ты его мало кормишь. Я не очень скоро приеду, ничего? Ладно уж, развлекайся, до встречи. Пока. Звонок прервался. Теперь надо найти Макса. Мия привела себя в порядок и вышла из комнаты. О, хай. Доброе утро. Макс сказал, ты за меня слово замолвила? Да. Спасибо. Где тут завтракают? Сейчас принесу. Шон сходил на кухню и вернулся с большим подносом. Что будешь? Ого, сколько всего. Итак, йогурт, сэндвичи, мясо. Давайте сэндвичи. Сэндвичи выглядят аппетитно. А ты готовить умеешь? А мы умеем. С какой целью интересуешься? Интересно, хорошая ли ты хозяйка? Думаю, может приударить за тобой. Что, блин? Шон, перестань. Я тебя потом научусь девушками заигрывать. Привет, Мия. Привет, да. Привет, знаток флирта. Зря иронизируешь. Дело в животном магнетизме. Шон, плохая новость для тебя. Дядя Джон зовет всех на охоту, а ты дома. Наказан. Блин. Когда пойдете? Вечером, наверное, а пока... Мия, надо тебе со своими способностями разобраться. Вот, возьми, если надо переодеться. Макс протянул девушке сумку. Не нужно было. Давай я сам решу, что нужно, а что нет. Жду тебя на улице. Ну ладно. Давайте переодеваться. Мия вернулась в спальню, распаковывала одежду. Так. Легкий костюм спортивный. Одежда дэнсера. Ух ты. И костюм для фитнеса. Вау. Яркий костюм стрит-дэнсера. Все. Блин, мне очень нравится этот. Очень красивый. Необычный. Ух ты, какое качество. Уютный. Ну, вперед. Как ты должна была уже самопонять, у тебя есть силы. Физическое и ментальное. Первый ты пользуешься в драке, это ясно. Ну, можно поподробнее? Если ты хочешь научиться отрывать головы плохим парням, развивай тело. Твоя сила в твоей крови. Захочешь выбить дверь, сможешь обойтись без тарана. Поняла. Поняла. Ментальная сила позволяет вампирам гипнотизировать людей. Чувствовать чужие эмоции, слышать звук на большом расстоянии. Вопросы? Да, все понятно. Отлично. Мы будем, получается, ментальную силу разрабатывать. Дар луны, да? Все ясно. Что нужно делать? Нападай на меня. Мия неуверенно кивнула. Ладно. Собрать все силы и ударить кулаком, это будет дар силы. Дар чего уж там. Короче, у нас дар луны. Сконцентрироваться и гипнотизировать. Это интереснее. Лежать. Мия подалась вперед, устоявшись на Макса. Да, не огонь. Так ты даже любовника не уложишь. А Шон решит, что у тебя приступ какой-то. Да уж. Соберись. Не знаю, как вампиры это делают. Блин, эти шуточки от него я не могу. Загляни в себя, что ли. Я в тебя верю. Пробуй. Девушку попробовала. Затем еще раз. И еще дважды. Без особого результата. Давай проверим на Шоне. И я на тебя со стороны посмотрю. Уверен. Он же еще ребенок. Во-первых, этот ребенок убил кабана, который втрое тяжелее тебя. Во-вторых, ему полезно ощутить на себе способности вампиров. В-третьих, не мире волков людскими мерками. Как его еще научить? Макс позвал племянника, спросил Мию. Отдохнешь минут десять? А, нет. Продолжаем. Сейчас получится. Давайте. Раза алмазы. Точно? Уверена. Ну, давай, атакуй. Иначе тебя сожрет страшный оборотень. Страшный, но маленький. И не сожрет, а понадкусывает. Все, собралась. Приблизиться и ударить Шона, заглянуть в глаза и подавить волю. Давайте ее второе. Мия представила себе, будто притягивает руку и закрывает глаза Шона. Ты не видишь? Вот черт. Шон заморгал, потер глаза. Девушка сконцентрировалась и мысленно велела волчонку замереть. Офигеть у нас получается. Он застыл в неудобной позе, став похожим на манекен. Потом оборотень завалился на бок. Ух ты! Плюс два дара луны. Извини. Слушай, ты молодец. Шон поднялся, пару раз моргнул. Я такого даже не ожидал. Круто! Думаешь? Конечно, я стал видеть, как в тумане, а потом меня вообще парализовало. Всего на пару секунд, но это прикольно. Здорово. Только виски ломят. Мия поморщилась от появившейся головной боли. Не бойся, должно пройти. Мия, у меня все еще туман перед глазами. Может, меня твоя красота слепила? Слушай, Шон, хватит подкатывать. Ой, прости, сейчас. Как это делать-то? Девушка постаралась расслабиться, мысленно открыла волчонку глаза. Да, так получше, спасибо. Виски Мии сразу перестали болеть. В голове вообще стало как-то легко и пусто. Девушка поняла, что лежит на спине. Над ней склонились оба оборотня. Что с тобой? Эй! Вот только не говори, что это из-за меня. Мия чувствовала обеспокоенность Шона, а еще симпатию Макса. О, ей показалось, что еще немного, и она поймет природу этой симпатии более детально. Дружеская она или, скорее, романтического характера. Но все прошло. Постепенно Мия пришла в себя, села. Давай помогу встать. Я уже в порядке. Шонка, глаза? Прошло? Да. Макс, у меня получилось. Более чем. Какое ощущение? Еще спрашиваешь, круто. Удобно, конечно, но... Еще спрашиваешь, круто. Круто, да. А, мне бы эти способности раньше, вот бы Фредерик их отхватил. Это бывший твой? Э, нет. Нет, спасибо. Так один урод. Ой, может, не поздно еще? Так он уже давно того, да? Давай заедем к нему. Оборотень и полувампирша. Как думаешь, сильно он удивится? Поздно, он свое уже получил. Просто не от меня. Ясно, ладно. Если что, скажи. Приеду, кому надо, отгрызу что-нибудь. Фу, есть люди, это ужасно, Макс. Так я выплюну. Ну тебя. Ладно, с тренировкой закончили. Для начала хватит. Спасибо за урок, пойду в дом. Обращайся. Мия подумала, не слишком ли долго она гостит у оборотней. Может, стоило бы вернуться в город, но... Мало ли, как проявить себя мое превращение. Лучше остаться здесь еще на день-два? Это да. Через несколько минут Мия вернулась из душа в комнату. Почти сразу в дверь постучали. Давайте откроем. В комнату вошел Макс. Начал возню в шкафу. Чего стоишь? Собирайся. А куда? На рыбалку. Здорово. Ценю энтузиазм. Червей, значит, копаешь ты. Нормально вообще. Мия с ужасом посмотрела на оборотня. Шучу. Хищника ловить будем. Я тебя жду, не тормози. Макс взял из шкафа сумку и вышел. Оборотень был с рюкзаком, вооружен ведерком и спиннингом. Идти оказалось недалеко. Почти на месте. Как только они вышли на берег, Макс протянул Мии с Настей. Мия с интересом рассмотрела блесну. Сама забросишь? Не уверена. Оборотень зашел Мии за спину, прижавшись к ней. Положил ее руки на спиннинг, слегка размахнулся. Вот так, поняла? Вроде бы. И это интересно. Попробуй. Мия находила рыбалку нудным занятием. Оборотень тоже не очень-то веселился. Отсутствие клевого он охарактеризовал кратко, но грубо и емко. Спорить с Максом бесполезно. Просто надо дождаться, когда надоест ему. Но вдруг Мия почувствовала, как натянулась леска. В девушке сразу проснулся азарт. Макс, Макс, клюет! Да вижу, не дергай, тяни плавнее, а то порвет. Мия справлялась плохо. Оборотень перехватил спиннинг и вскоре большая рыбина лежала на берегу. Ты молодец, слушай. Идем готовить? Девушка была рада добыча, а еще больше окончанию рыбалки. О, какая кухня. Вернувшись, Макс потянул Мию на кухню. Среди кастрюли и сковородок волк, похоже, чувствовал себя уверенно. Любишь готовить? Родня любит, когда я готовлю. А что? Это редкость для мужчины. Да ну, бросай общаться с закомплексованными малолетками. Это очень круто, что он готовит. Вообще. Я считаю, любой мужик десяток блюд приготовит. Любой? Десяток? Не много ли? Сама считай. Яйца вареные, яйца жареные, тосты с сыром, тосты с ветчиной. Все, все, я поняла. Шучу, конечно, мясо и рыбу. Мужик должен уметь готовить. Макс принялся ловко чистить улов, как вдруг что-то упало на пол. И я двумя пальцами подняла испачканный в рыбе и крови предмет. Что это? Кольцо? Что, она нас жениться, что ли, хочет? Не пойму. Да, обручальное же, да? Показать. Максу. Девушка протянула кольцо у грудня. Эм, ты делаешь мне предложение? Эм, нет. Перестань дурачиться, Макс. Бывает такое, что ты весь день серьезен? Конечно, по пятницам. Но тебя. Мне сунуло кольцо под кран. Тут гравировка есть на внутренней стороне. СК и МК вместе навсегда. Обручальное? Похоже, и судя по размеру, женское. Может, поискать хозяйку? Представляешь, сколько кольцо могло бы пробыть в реке. Никого ты уже не найдешь. Просто попробуем. Я же пошла на твою рыбалку. Есть инициалы. Вдруг эти супруги живут неподалеку. Вдруг они неподалеку умерли лет сто назад. Макс, я скоро в этом лесу выйдь начну. Смешно. Ой, я не в том смысле. Не отстанешь, да? Завтра с утра покатаемся по округе. Послушайте, поспрашиваю. Спасибо. Ерунда. Перец подай. К вечеру у Макса получился очень вкусный ужин. За общим столом Мия познакомилась с остальными членами стаи. Мия, наконец-то мы встретились. Я Хеллен, мать Шона. Добрый вечер. Макс тебя, наверное, совсем утомил прогулками по лесу. Да ей нравится. Да, Мия? Это Одри. Привет. Стоп, это две разные? Или это одна? Ничего не понимаю. А это дядя Джон. Ему нравится, когда его так называют. Я единственное его так не зову. А, мы их не видели еще. Здравствуй, Мия. Рада познакомиться. Спасительницу Шона я представлял более крупной. Все убродни, кроме Шона, заулыбались. Да, оказывается, моему племяннику нужна помощь хрупких девушек. Мия ждала, что Хеллен, как мать, заступится за волчонка. Однако она смеялась над сыном вместе со всеми. Ясно, наказание началось. Будете теперь стебаться надо мной? Что за сленг, Шон? Макс, он от тебя нахватался? Он тут ни при чем. Слышал, брат? Мия научила твоего сына заступаться с других. Волки снова похихикали. Однако, несмотря на видимое веселье, Мия то и дело ловила на себе косые взгляды волков. Они были насторожены. Мне доверяют, я же спасла Шона. И все же я для них почти вампир, а значит почти враг. Пожалуй, только Макс и Шон абсолютно искренне в своей доброте. Это да, с этим согласна. После ужина дядя Джон объявил. Предлагаю собираться на охоту. Я лучше останусь дома. Мию с собой возьмите, ей должно быть интересно. Охота ночью? Мы хорошо увидим в темноте. Мия, тебе нужно привыкать к себе новый. Охота отличный способ. Но, Шик, я буду охотиться вместе с вампиршей. Да с чего ты взяла, что мы вампирша? Мия не вампирша. Одри, не задирай ее. Вот, правильно говоришь. Это просто шутка. За Мию я присмотрю. А Шон остается дома, убирает со стола и моет посуду. Блин. Может, возьмем его с собой? Ему нужна практика? Да я-то не против, в принципе, Ральф. Шон, собирайся, посуду вымоешь, когда вернешься. Ура, спасибо вам. Не меня благодаря, а тех, кто за тебя просит. Мия шепнула Максу. Я же не знаю, что делать. Идем, все расскажу. Мы разделимся на две группы. Одни загоняют на других. Кого? Джон предложил сегодня на зайцев сходить. В одиночку их много не наловишь, разбегаются в разные стороны. Так, а делать не что? Гонишь зайцев на вторую группу или ждешь, когда их выгонят на тебя. Дальше по ситуации. Макс, у вас есть домашнее развлечение? А можно сразу подробнее объяснить? А, ну давайте так. Зануда, что там объяснять? Видишь добычу? Беги к ней. Догнала? Хватай. Вот так просто? Я думала, в охоте много хитростей. Они есть, но для девушек это слишком сложно. Оборотни стали собираться решать, кто в какой группе будет. Ага, а мы в какой будем? Надеюсь, с Максом. Путь дипломатии. Я в засаде, если можно. Джон кивнул. Я почему-то так и думала. Макс, ты же обычно загоняешь. Сегодня без меня. Одри, справитесь? Можешь вообще дома оставаться. Вымы посуду, пока волки еду добывают. К Мии и Максу присоединилась Хелен. В загонщики записались Ральф, Джон, Одри и, конечно, Шон. Ну, идем? К дальнему ручью? Да. Ого. Группы разделились еще у дома. К ручью вышли втроем. Там Хелен свернула левее. Я останусь тут, а ты вправо отойди. Не бойся, зайцы побегут в основном на меня. Макс, мне жалко, я о зайцах. Пф, Мии, очень может быть, что тебе теперь нужна свежая кровь. И лучше мы сейчас проверим твои инстинкты и способность их контролировать. Ты прав. Туда? Да, стой за теми деревьями. Ждать недолго. Мия отошла к указанному месту. Вскоре со стороны Макса послышались какие-то шорохи. Там, вероятно, дичь выбежала на волков. А если я не увижу ни одного? Стоило девушке подумать о зайцах, как один из них мелькнул впереди среди кустов. Длинными скачками он двигался прямо на Мию. И как его ловить? Длинноухий зверь увидел засаду и метнулся в бок. Девушка приняла решение мгновенно остановить гипнозом. Мия мысленно приказала зайцу остановиться. И животное замерло. Оно будто сонное покачивало головой. Девушка медленно подошла, протянула руку. Заяц, вы поймали. Решите, что с ним делать. Я не хочу его убивать. Макс прав, конечно. Возможно, что вампир превратил меня в хищника. Только волю у меня еще никто не отнял. Я сама решаю, кем мне быть. Давайте отпустим его. Нет у меня инстинктов убийцы. Девушка опустила животное на землю. В следующую секунду зверек поскакал прочь. Я человек. Когда Мия подошла, Макс одевался. Как дела? О, боже мой. Да хорошо вроде бы. Нормально. Ты видела меня в теле волка? Не напугал? Не видела. Впрочем, вряд ли уже испугаюсь. Как охота. Не поймала никого? Поймала. Где же добыча? Отпустила. Ясно. Значит, убивать не тянет. Я тебя для того и потащил с собой. Теперь знаешь, что себя контролируешь. Ну да, по сути. Макс оделся, собрал своих зайцев. Ну что, идем? На утро после завтрака к Мии зашел Макс. Готово? Искать хозяйку кольца? Конечно. Тогда поехали. Оказалось, Макса в окрестностях многие знают. Люди пытались припомнить семейную пару с подходящими инициалами, но все впустую. Наконец, Мия и Макс заехали пообедать в придорожное кафе. Что тут в округе есть? Откуда тебя все знают? Оборотни же не общительные. Мы не любим посторонних глаз у дома. Это разные вещи. Тут в округе много детей живет. Причем тут дети? Я тренирую скаутов. Руковожу клубом «Дух леса». Никогда бы не заподозрила в тебе педагога. Почему? Мне всегда казалось, они другие. Нудные и с менторским тоном. Ну, типа того. Таких учителей дети ненавидят. К слову, я работаю не совсем с мелкими. Мия посмотрела на парня за стойкой кафе. Вдруг он что-то знает. Пойду попытаю удачу. Давай. Мистер, здравствуйте. Работник кафе. Тут лишь молча кивнул. Вы не могли бы помочь? Я ищу семейную пару. Их инициалы СК и МК. Парень даже не задумался. Не, не знаю. Вы даже не попытались вспомнить. Послушайте, это действительно важно. Вместо ответа тот безучастно отвернулся. Мия вернулась к оборотню. Макс, мне нужны деньги. Доставая бумажник, волк улыбнулся. Я думала, это после свадьбы начинается. Но в крайнем случае после... Да что ты пристала, а? У меня карта, наличных нет. Взяв две купюры, девушка вернулась к стойке. Парень скучающий протирал бокал. Так, начнем сначала. Мия положила перед собой пять долларов. Работник кафе заметно оживился. Движением фокусника, спрятав деньги, на лице появилось подобие улыбки. Получишь еще, если вспомнишь что-то о тех, кого я ищу. Парень почесал затылок, наморщил лоб. Жди. Он нырнул куда-то вглубь помещения, через пару минут вернулся. Я тут у ребят поспрашивал. Старик СиДжей Киллер занимался лодками. Его жену Мэри давно никто не видит. Говорят, умерла уже. Угу, ну вот. Адрес. Ну, я так понял, что Киллер на лодочной станции живет. Девушка положила на стойку вторую купюру. Спасибо, пока. А кто счет будет оплачивать? Я пожала плечами. У меня больше нет денег. Парень выругался, но умолк в виде подходящего Макса. Мэри и Макс нашли хозяина лодочной станции на пирсе. Здравствуйте, вы СиДжей Киллер? Добрый день, мисс. Все верно, это я. Старик двигался не спеша, голос был натреснутым. Чем могу помочь? Я Мия, это Макс. Мы случайно нашли кольцо. Возможно, оно ваше. Отдать. Интересно. Извините, зрение уже ли не то? Пойдемте к дому, я возьму очки. Так они так одеты, ладно. Мия обернулась на оставшего, отставшего Макса. Тут, присев на корточке, чесал пузо здоровенному псу. Надо же, даже не гавкнул. Собака не боится волка. Старик тоже удивился. Пожевал губами. Да, и Брюс стареет. Раньше он такого чужие не позволял. А сейчас морда блохастая, хоть бы что. С псом все нормально, это Макс такой, его все собаки любят. Ага. Что ж, бывает такое, я сейчас, минуту. СиДжей Киллер вошел в дом, не заперев за собой дверь. Внутри Мия увидела кресло с наброшенной на него шалью. Он не убирает ее вещи. До сих пор тоскует. Сердце девушки сжалось от грусти. Это так печально. Да, это печально. СиДжей Киллер вновь вышел на улицу, вглядываясь в гравировку. Глазам не верю. Потрясающе, где вы его нашли? В реке, ниже потечения, подробности о потрошении рыбами опустила. Это кольцо моей жены. Мэри потеряла его в первый же год после свадьбы. Как же она расстроилась тогда, мы купались ночью под луной. Девушка не мешала старому человеку предаваться воспоминаниям. Ему очень не хватает жены. Она была тогда невероятно красива. Ногая, как Ева, а Афродита, окруженная брызгами воды. Мэри не сразу и заметила, что кольцо соскочило. Я всю ночь за ним нырял и потом несколько дней приезжал искать. Жена сочла это плохой примет и для брака очень переживала. Однако все эти годы мы прожили вместе. Все же жаль, что кольцо не нашлось раньше. Ничуть это даже к лучшему. У нас скоро годовщина, 50 лет. Я купила ей подарок, но это в сотни раз лучше. Купили подарок? Нам сказали, что ваша жена... Что ее нет? Да, три месяца уже, как уехала в город. Про внуку нянчить. А мы уж подумали, что она... Ой, ладно. Он весной родился, а Мэри помогает. На днях вернется. Киллер не понял, что Мея имела в виду, говоря об отсутствии его жены. Фух, вот это был бы конфуз. Тем временем старик вновь вскрылся в доме. Навернувшись, показал бархатную коробку. Возьми, девочка. Я не могу, вы что, не нужно? Не обижай меня, ты вернула куда больше, бери. Здесь не бриллианты, к сожалению. Не будешь носить, так пусть на память останется. Найденное через столько лет кольцо будет для моей Мэри подарком куда более приятным. Право, я не знаю. Возражения не принимаются. Он протянул коробку Меи, она взяла, открыла. И что же там? Ух ты! Чокер с лазуритами. Бархатка с гранатом. С азуритом. С подвесом. Даже не знаю, что лучше. Давайте сам... Вот красное. Хоть сочетается с нашими брюками. Кажется, очень хорошо смотрится. Да, у вас прекрасный вкус, мистер Келлер. Ваше жене повезло с вами. Это мне с ней повезло. Спасибо за подарок. Это тебе спасибо, Мия. Они попрощались, и Мия направилась к Максу. Он ждал у машины. Почему со мной не пошел? Боялся испачкаться в мелодраматических соплях. Ужасный циник. Это я циник? Разве не ты только что у деда это блестяшку на кольцо выменила? Ну, он сам подарил. Ну, что, мы виноваты. Максу не так, он сам. Да, да, верю. Садись в машину, аферистка. Нормально вообще, как бы... Ай, ладно. Они вернулись уже к вечеру. Мия прошла в комнату, достала смартфон, проверила электронную почту. Одно непрочитанное письмо от мистера Боу. Сообщение было коротким. Отличная статья. Камила заканчивает редакцию. Печатаем в ближайшем номере. Что ж, это хорошо. Девушка посмотрелась в зеркало. Отражение выглядело озадаченным. Кто ты? Зеркальная Мия лишь беззвучно пошевелила губами. Тук-тук. Да? Из-за двери послышался голос Макса. Мия, выйдя во двор, дело есть. Волк, похоже, ушел, не дожидаясь ответа. Ладно, что за дело такое? Мне тоже интересно. Поздравляем, эксклюзивная прическа была добавлена в гардероб. Мия вышла на улицу. Там собралась вся стая. Лица оборотней были очень серьезными. А в смысле, а и на этом заканчивается серия? Ну ладно. Что мы сегодня получили? Плюс одну дипломатию и плюс три дара луны. Ух ты. И плюс алмазы. Если вам понравилась эта серия, то ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети. Комментируйте это видео, мне будет очень приятно. Ну а с вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео. Пока, пока.